Приветствую, друзья! В этом видео я покажу вам процесс рисования двух работ, выполненных на разной бумаге. Обе бумаги фирмы Бахонг, но первая у меня будет фактуры Торшон, а вторая фактуры Финн. Про разницу и специфику каждой фактуры я расскажу тоже по ходу работы. Нужно сказать, что я довольно давно рисую на бумаге Финн Бахонг, и не так давно я увидела, что на Вайлдберрис появилась, как я ее называю, бумага на развес, то есть в больших рулонах, как я обычно покупаю, фактуры Торшон. Раньше я ее не замечала. Я люблю довольно такие смелые мазки, активные подтеки и движения в акварели, поэтому я решила, что мне должна понравиться бумага текстуры Торшон, потому что это самая фактурная бумага. И вот эту работу, которую вы сейчас видите на экране, я рисую на именно этой бумаге Бахонг Торшон. Прежде чем я прокомментирую разницу в самой бумаге Финн и Торшон, я хочу сказать, что эта работа выполняется первой и на непривычной для меня бумаге, поэтому я не хочу быть очень строга к этой бумаге, но мне по итогу она понравилась меньше, чем привычный мне Финн. Как я уже сказала, бумага Торшон, это самая фактурная бумага, она производится по идее без отжима, путем естественного высыхания, так пишут в гугле. Как производит бумагу Бахонг, я сказать вам не могу, но в силу того, что фактура достаточно объемная, краска ведет себя специфически. Например, достаточно инертные пигменты, то есть подвижные пигменты, краски у которых довольно мелкие подвижные пигменты, например, карминовый или пермамент красный, они как бы погружаются в эту фактуру по-мокрому и довольно сильно и быстро распределяются по ней. Это заметно в том, какой такой дымчатый розовый оттенок появился у лепестков. В то же время распределить и растянуть цвет по поверхности бумаги мне было немножко сложнее, потому что бумага фактурная и она немножко сопротивляется вот этим растяжкам по ощущениям. Это можно понять только когда сравниваешь две бумаги примерно в одном стиле, в одном временном промежутке. Но при этом мне очень нравится выраженная фактура и она проявлена в бликах. И даже несмотря на то, что по идее цветы это более детальная проработка и возможно именно для цветов фактура торшон не самая желанная. Она скорее больше подойдет для каких-нибудь пейзажей или, например, для городских пейзажей, где много каких-то таких текстурных моментов. Может быть для животных, не знаю, если к ней приноровиться. Напишите в комментариях, если вы любите фактуру торшон, что вы на ней рисуете. Следующий момент, на который я обратила внимание, по моим ощущениям, эта бумага чуть сильнее бледнеет в сравнении с бумагой финн той же фирмы. Это будет видно на второй работе, какие там яркие получаются цвета. Я примерно одинаковые цвета использую, но вот в силу того, что краска движется несколько по-другому, получаются чуть-чуть разные оттенки. То есть вот эти тюльпаны, они получились более таких приглушенных и светлых цветов. В самой работе я часть лепестков рисовала по-мокрому, то есть смачивала предварительно область лепестка и делала растяжку по-мокрому. Часть лепестков, на которых я хотела оставить белые такие яркие блики, я рисовала по-сухому, растягивая цвет уже по-сухому. Ну вот, например, как в этом тюльпане, который я сейчас рисую. Я стараюсь не наслаивать большое количество цветов, но все же надо сказать, что бумага довольно хорошо реагирует на добавление второго слоя. Не появляется каких-то пятен, если учитывать, что краска предварительно высохла. То есть наносить второй слой на высохшую краску очень хорошо получается. Предыдущий слой при этом никак не сбивается. Но вот вытирать краску с уже высохшего слоя довольно сложно. С финна краска стирается лучше. В торшон все-таки она поглубже уходит. И вытирать цвета где-то вот, где хочется сделать жилки, получается хуже. Плюс еще и фактура немножко этому мешает. Ну и что касается больших заливок, и на бумаге финн, и на бумаге торшон, они получаются неплохо. При нужной тренировке и технике, когда мы на краю заливки оставляем каплю, получаются красивые ровные заливки с переходами цвета из одного в другой. Ну вот какие-то специальные эффекты типа брызг или каких-то таких точечных вымываний, потеков на бумаге торшон получаются хуже. То есть получить брызги на бумаге торшон мне в итоге так и не удалось. Ну вот такие следы от брызгов, которые у меня получатся на бумаге финн. И вот сейчас я перехожу к работе, которая написана на бумаге финн. Примерно такой же сюжет. Немножко я уже сделала работу над ошибками, над цветами. Чуть-чуть повысила яркость, но и сама бумага дает более яркие, более сочные цвета. То есть в ней не так быстро переползает вот этот вот пигмент карминового и в то же время легче контролировать, куда утекает цвет. Ну и может быть я сделаю все-таки поправку на то, что я к этой бумаге привыкла. Плюс мне очень комфортно контролировать заливку с помощью вытирания. Вот здесь вы видите, что в лепестках кое-где я протираю жилки, которые хочу сделать более светлыми. То есть я не только растягиваю цвет, но и вытираю какие-то места для того, чтобы получить нужную мне текстуру. И сама заливка уже видно, что она более гладкая получается в силу того, что текстура бумаги более гладкая. Но это вопрос на любителя. Мне в цветах понравилась, конечно же, больше такая текстура. Но, возможно, для каких-то других целей будет интереснее торшон. Как и в предыдущей работе, в этой работе я работаю частично, где мне удобно, смачивая предварительно лепесток, который я планирую закрасить. А где-то я просто растягиваю цвет по сухому пространству, где мне хочется оставить такие светлые блики, недокрашенные. Либо где не очень большое расстояние, чтобы его необходимо было обязательно смачивать водой. В обоих работах я использую комбинации красного цвета от холодного, красного, карминового до практически оранжевого цвета. Вы где-то видите теплых цветов. И в некоторых местах я добавляю ультрамарин для того, чтобы сделать холодные тени. В этой работе это выражено меньше, но здесь он и более гладко так распределяется по работе. И пока я дорисовываю эту работу, хочу сказать, что у меня есть каналы Boosty и Patreon, где вы можете найти дополнительные уроки за небольшую плату. А также вы просто можете поддержать канал, если вам нравятся мои видео. Это будет стимулировать меня записывать больше интересных видео. Скоро я выложу видео с пленеров, когда у меня дойдут руки записать к нему звук и смонтировать его. Надеюсь, вам будет интересно. Следите за обновлениями на канале. Ну и не забывайте ставить лайки, писать комментарии. Напишите, какой бумагой вы пользуетесь. Какая работа вам понравилась больше. Про какие материалы еще вам было бы интересно узнать. Основную информацию об этой бумаге я сказала, пока рисовала на бумаге торшон. Поэтому остается просто следить. Но я еще хочу сказать немножко про бумагу сатин. У меня ее нет, но я ее пробовала как-то раз. Мне она очень не понравилась, потому что она очень склонна к тому, чтобы на ней появлялись какие-то пятна. То есть если на бумаге торшон, пятна от брызгов появляются очень редко, и нужно прям поймать момент, где они появятся. На бумаге финн можно поймать такой момент, то на бумаге сатин они появляются постоянно. От любого не очень удачного регулирования воды на бумаге остаются разводы, пятна. Поэтому я перестала ей пользоваться. Один раз пробовала склейку с ней и больше ее не покупала. Ну и вот, собственно, такие работы у меня получились. Вот небольшой такой крупный план. Насколько видно, какая разница в работах и в текстуре. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Буду благодарна за вашу поддержку. Все ссылки в описании. Пока!